Открыл трансивер. Данный трансивер ICOM-726 предназначен для работы на КВ-диапазонах радиолюбических. Один товарищ задал вопрос, как раскрыть данный трансивер на 27 МГц, так как трансиверы имеют ограничение с завода, ограничение на передачу. Показываю, как я раскрыл передачу. Раскрывается следующим образом. Снимается верхняя крышка, нижняя крышка. Убирается также верхний модуль, это у нас будет усилитель мощности здесь. Он находился здесь. При обратной сборке покажу, и вы посмотрите, вы видите, как это разбирать. Разобрал, так как есть какая-то последовательность в разборке, поэтому я уж пропустил этот момент, просто при обратной сборке я покажу, как это. Итак, здесь очень просто перестраивается, вернее, открывается на передачу. Здесь вот у нас имеются диоды, которые у нас как раз-таки регулируют. Вот, видно, в каком состоянии они у меня сейчас находятся. band 0, band 1, и еще вот два диода запаянные. Так вот, эти у нас запаянные. Здесь нету диода на нулевом бенде. Этот диод у нас, вот он выкушен просто. Просто его откусил. Вот. И у нас... После чего собирается трансивер, и уже там какая-то сервисная есть перезагрузка, то есть удерживая какие-то клавиатуры, но есть информация по ним. Тот товарищ как раз и владел этой информацией. Удерживая какие-то кнопки, включается трансивер, и отпускаем. И у нас производится сброс в заводские, как говорится, установки. И тем самым процессор у нас обнуляется. И раскрывается доступ к передаче на 27 МГц. Также у нас был выкушен, но это уже предыдущий владелец. Вот эта деталь тоже. Что это дает, не знаю. Но это у нас дело тоже выкушено. Сейчас я соберу, и при сборке уже покажу, как в обратной последовательности все это дело собирается. То есть в обратной последовательности вы его и разберете. Тут есть небольшие, как говорится, нюансы, поэтому я уж... Забыл это слово, не русское. Ну вот этот разъем, его нужно отсоединять. Вот. Я его не стал... Соединять, кстати, он, по-моему, отсоединяется вот так только. Ну, я не стал углубляться, как говорится. Трансиллер рабочий, неохота его ломать ради этого только. Вот. Один разъем, значит, отсоединяется легко, другой идет в плату туда, в обратную сторону. Я его не стал отсоединять. Поэтому вот в таком виде. Отсоединяется, ничто отпаивать не надо. Еще раз повторюсь, просто откусывается вот этот диод. Так, это у нас D5. Вот он. Сейчас я укажу. Так как вопрос по нему был, вот он. Он у нас просто откусывается. Вот. Мы разрываем его, после чего собираюсь в транссиллер, и загружаем. Ну, сейчас я буду собирать, и покажу. Для удобства располагаем так, чтобы нам было удобно вот эти шлейфы, вот эти разъемы соединить, пропускаться вот в эту нишу. Я вот указал точками, чтобы не промахнуться. Это соответствует нас кабелям. Первый у нас точка, второй, две, три, вот так вот. Все просто. Это у нас на динамик. Сейчас я просуну вот в эту вот нишу с этой стороны. Просунул вот в этот канал. Видите? Соединения, разъемы. Сейчас я буду устанавливать в той последовательности, которые были. Так, второй у нас разъем у нас будет здесь. Так, это у нас второй, вот здесь. А, красный, с красным кембриком в самом экране. Я его обозначил четвертым. Так, с черным кембриком у нас идет сюда. Вот в этот разъем. И этот, соответственно, без кембрика у нас соединяется здесь. Первый разъем я не стал выдергивать, так как он соединен у нас здесь с платой, то есть соединяет две платы. А вот эти три кабеля, они у нас идут на усилитель мощности, вернее, с усилителя мощности. Так, этот разъем я вот установил, это у нас динамик, тоже отсюда просунул и здесь. Так, сейчас я буду уже соединять, закреплять, скреплять, вернее, блоки. Так, в таком положении вот тут у нас саморезы. немножко лишнего повыкручивал, так как немножко подзабыл, как это все дело у нас было. Так как это очень давно я скрывал и раскрывал, вернее, на передачу данный трансейер, поэтому немножко лишнего я открутил, но это не страшно. так и здесь, соответственно, здесь тоже у нас закрепляем. В верхней части трансейвера тоже два винтика, здесь у нас используется потайной, потайной и еще один у нас вот в этой части. так, сейчас переверну и уже нижнюю крышку установил нижнюю крышку, сейчас закрепляю тоже здесь винтики, их у нас здесь четыре винтика, сейчас с этот угол сначала просто наживляется все, потом уже протягивается как положено, затягиваем их, сейчас устанавливаю сверху верхнюю крышку и включу трансейвер, но я не буду сбрасывать, так как я не помню какие кнопки, поэтому я просто показал какие у нас диоды, какой диод вернее должен быть разомкнутый, после того, как собрали трансейвер, удерживая кнопку функции и MW вот так вот удерживая эти кнопки, мы включаем трансейвер, после чего мы убираем и на дисплее должно появиться 14, ровно, 14 МГц, то есть это получается произойдет обнуление процессора, он перейдет в заводские установки, но я сейчас эту процедуру проделать не буду, так как у меня трансейвер сброшенный, он уже готов, я просто показал тот диод, который нужно выкусить, чтобы наш трансейвер заработал на 27 МГц, но еще такой момент есть, обратите внимание, если ваша версия трансейвера это такой обычно ванекомых 706 и других Айкомах тоже обратить внимание нужно на то, что на серийный номер и версия, если трансейвер версия японская, то у вас на 27 МГц она работать не будет, не знаю, может быть в старых трансейверах такого нету, но в новых то есть вот конкретно в моем аппарате трансейвере Айком 746 он японская версия, он чисто японец, из Японии перевезен ну отправлен вернее здесь у нас 27 МГц на передачу не работает так как он имеет версию японскую что значит японская версия это у нас процессор он предназначен именно работать как по стандартам Японии есть стандарты если кто не знает европейские, американские, азиатские и японские вот где это стандарты соответствуют тому, что где разрешено работать где не разрешено работать на передачу на определенных участках диапазона в таких серьезных профессиональных будем говорить радиолюбительских трансейверах японской версии там практически нигде не разрешено работать на 27 МГц для этого там существуют отдельные но у нас в России как говорится все переделывают вот вернее открывают трансейверы раскрывают на передачу ну раскрывают естественно не японскую версию а другие сейчас я включу этот трансейвер и мы посмотрим вот я установил 27 200 ровно так 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 это у нас ставлен на минимальную выходную мощность просто для демонстрации ну вот у нас ТХ-свесть есть передача вот почему я ставлю на минимальную так как у меня антенна немножко не настроенная вот в избежание поломки трансейвера я уж на минимум установил где-то 0,5 Вт это просто для демонстрации ну вот такое было видео разъяснительное так как товарищ попросил из-за рубежа не знаю откуда вот иностранный товарищ он попросил показать где этот диод как отсоединить я открыл посмотрел давно просил конечно извиняюсь то что не так быстро я это все сделал по его просьбе но тем не менее уже есть как говорится все-таки сделал я ему так сегодня прохождения нету эфире тишина послушаем сейчас здесь у нас иностранный пока у нас подхожение здесь не открылось